С 15 по 17 марта 2024 года россияне будут выбирать президента. О том, сколько избирательных участков в Губкинском, как пользоваться системой «Мобильный избиратель» и о многом другом коллективу телерадиокомпании «Вектор» рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Губкинского Евгений Кузнецов. Трёхдневное голосование, что можно три дня приходить на избирательные участки и что они будут открыты с 8 до 20.00. Это тоже важно, потому что у людей увеличится время, чтобы прийти на избирательный участок. Если ранее в пятницу нельзя было, кто-то может в пятницу прийти, кто-то в субботу удобнее, а кто-то в воскресенье заняться своими делами. И на этом удобства не заканчиваются. Если раньше было необходимо получать открепительные документы, чтобы проголосовать по месту нахождения, сейчас это ушло в прошлое. Достаточно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Он позволяет голосовать на любом удобном гражданину избирательном участке Российской Федерации. Для этого необходимо в срок с 29 января по 11 марта обратиться в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию или подать заявление через госуслуги. А с 6 по 11 марта можно прийти в участковые избирательные комиссии. Система, по-моему, выборов развивается в России. И всё больше появляется таких возможностей получения услуг в электронном виде. Потому что я знаю, что раньше были сложности с тем, чтобы получить открепительное удостоверение и на новом месте зарегистрироваться. Сейчас, по-моему, нет таких проблем. Всё делается через госуслуги. Ну, это, по-моему, очень удобно. Много чего узнала нового. Как раз задумывалась над тем, как я проведу эти дни, куда мне нужно прийти, как мне нужно открепиться, прикрепиться. Как воспользоваться услугой «Мобильный избиратель». И, в общем-то, всё для себя определила. Напомним, выборы президента будут проходить 15, 16 и 17 марта. В Губкинском будут работать 13 избирательных участков. В основном все остались на прежних местах. Но есть и те, которые переехали. Например, участок из школы номер один в детскую школу искусств имени Сверидова. И спортшколы «Олимф» – одноимённый дом культуры. А те, кто приходил голосовать в лице, смогут отдать свой голос в старшей школе «Высотка». Алина Гаврилова, Александр Серебренников, Данила Индюков. Новости Губкинского.